Добрый день, дорогие коллеги. Я рада всех вас видеть в такое занятое время, когда многие уже заняты предновогодней подготовкой. Мы начинаем заключительную в этом году серию обучающих вебинаров. Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, если вы меня хорошо видите и слышите. И пока мы ждем от вас подтверждения качества связи, я напомню два организационных момента. Вопросы задавайте, пожалуйста, в отдельной вкладке «Вопросы». Я на них отвечу после презентации, в конце вебинара. И, во-вторых, напомню, что запись, как всегда, вебинара появится в разделе «Обучение» на нашем сайте. И в любой момент, когда вам нужно, вы сможете вернуться к этой информации. Так, вижу, что со связью у нас все хорошо, здорово. Тогда давайте начинать. Всего две недели осталось до Нового года. И предлагаю нам сегодня совместить приятное с полезным. Обсудить новости категории уход за кожей, но и повыбирать подарки себе и своим друзьям и близким. И начну я с новостей. На прошлом вебинаре мы обсуждали серию биомика. И уже на вебинаре и в обратной связи мы получали сообщение о раздражающем действии на кожу мицеллярной воды биомика. Мы проанализировали все сообщения, проанализировали формулу, и я хочу поделиться сегодня с вами результатами исследований и рассказать о том, что мы изменили. Потому что ваше доверие продукту, конечно, ключ к нашей совместной и успешной работе, мы пришли к выводу о том, что раздражение кожи возникало в ответ на консервант, который мы используем в мицеллярной воде. Это бензоат натрия. Почему мы его использовали? И является ли этот консервант безопасным? Конечно, консервант абсолютно безопасный. Бензоат натрия – это пищевой консервант. Он используется в соках для консервирования газированных напитков. Действующая форма бензоата натрия, бензоинная кислота встречается в природе, во многих ягодах, в специях, таких как гвоздика и корица. Бензоат натрия является одним из самых востребованных консервантов в органической и натуральной косметике. Часто используется в детских продуктах. Поэтому я уверена, если вы возьмете и посмотрите составы нескольких натуральных или детских косметических средств, наверняка в составе вы его найдете. В составе он указывается как содиум-бензоат. Действительно, в литературе есть информация о редкой индивидуальной непереносимости бензоата натрия. Однако такие сведения сейчас есть практически на… не практически, а на все косметические и пищевые ингредиенты. Бензоат натрия используется в небольшой дозировке, используется во всех странах мира. Поэтому мы, разрабатывая серию биомика, не хотели использовать парабены, мы не хотели использовать консерванты, которые в негативном ключе обсуждаются в средствах массовой информации. И с тем послужим списком, который есть у бензоата натрия, его выбор абсолютно объясним. Почему возникла реакция? Средства серии биомика обладают чуть более кислым ПАЖ. ПАЖ-5 – это тот ПАЖ, который имеет наша кожа. И оказалось, что в чуть более кислой среде немного снижается порог чувствительности кожи к бензоату натрия у тех, кто чувствителен к этому ингредиенту. И, к сожалению, этого небольшого снижения порога оказалось достаточно, чтобы в некоторых случаях мицеллярная вода вызвала реакцию кожи. Обычно до того, как серия впадает в продажу, мы всегда тестируем все продукты с участием добровольцев. И нам очень жаль, что в этом случае мы не смогли обнаружить такую реакцию кожи в ходе тестирования, потому что участников с чувствительностью кожи к бензоату натрия среди добровольцев не оказалось. Я понимаю, что симптомы, о которых вы пишете, покраснение, жжение, в очень редких случаях отечности, очень неприятны, они могут напугать. Объясню, что эта реакция не является аллергической, хотя действительно симптомы похожи. Эта реакция протекает без активации иммунной системы, это не иммунный ответ, это локальная, местная, гиперчувствительность кожи к ингредиенту. Симптомы проходят достаточно быстро после удаления продукта и не являются накопительными. Мы пересмотрели, мы существенно снизили дозировку консерванта в рецептуре мицеллярной воды, обновленная формула уже появилась в продаже. Нам очень жаль, что не удалось предотвратить вот такие случаи раздражения до момента продаж. Очень надеемся на ваше понимание и поддержку серии Биомика, потому что действительно серия очень интересная. Мицеллярный гель и пенка мусс. Мы получили только положительные отзывы на эти продукты. Скоро серия Биомика пополнится продуктами несмываемыми. Действительно, это первая на рынке доступных неаптечных средств серия, которая разработана с учетом ПАЖ кожи. И в подтверждение моих слов, буквально на прошлой неделе серия Биомика стала лауреатом премии «Инновация года» в категории «Лучший продукт среди парфюмерных и косметических изделий». Лауреатом премии стала и еще одна серия «Фоберлик». Наша новинка – серия «Варио». Возможно, вы удивитесь, как серия, которая вышла только неделю назад, уже успела получить такую престижную награду, как весистая награда «Время инноваций». Дело в том, что эта награда вручается за разработку, за идею, за технологию. Заявки на эту премию подаются на момент разработки, поэтому неудивительно, что так получилось. Серия «Варио» разрабатывается скрупулезно очень долгое время в нашей лаборатории с участием наших иностранных партнеров, и мы очень рады получить эту престижную награду. Серию «Варио» вам представили на ассамблее в этом году. Многие лидеры уже успели провести местные мероприятия, чтобы презентовать эту серию. И я не буду повторять коллег, я не буду повторять каталог. Хочу остановиться на тех моментах, о которых, возможно, вы еще не слышали. А конкретно расскажу об инновациях. Какие инновации мы использовали при разработке серии «Варио». И инновация номер один – это биомиметическая структура кремов основ. Я думаю, что многие не до конца понимают, что это такое, поэтому давайте вместе разберемся и начнем с самого начала. Что такое вообще биомиметика? Биомиметика состоит из двух слов. Био – природа, и греческое – мимезис – подражать. Поэтому биомиметика – это наука, которая отсматривает идеи, технологии в природе и затем реализует их в нашей жизни. А биомиметический – это значит механизм или вещество, или любая структура, которая копирует природу. Один из самых простых примеров биомиметики в нашей жизни – это липучка на одежде. Действительно, разработчики вдохновились в свое время ворсинками репейника при ее разработке. И насколько репейник трудно расцепить, если две головки сцепились между собой. Итак, у нас есть биомиметические кремо-основы. Мы теперь понимаем, что они копируют какую-то природную структуру. И давайте вместе обсудим, какую. На слайде вы видите в правом углу, чуть ниже, срез строения верхнего слоя кожи. Иногда его называют роговым. Оранжевые овалы – это клетки. Это клетки жесткие. Они наполнены прочным пептидом, кератином. За счет этой прочности клеток наша кожа выполняет как раз свою защитную барьерную функцию. Но для того, чтобы она все-таки оставалась пластичной и эластичной, между твердыми клетками должны быть какие-то пластичные вставки, включения. Вы их видите на картинке с желтым цветом. Роль таких заполняющих межклеточные пространства пластичных вставок выполняют липиды. Липиды – это жироподобные вещества, но в межклеточном пространстве они расположены не хаотично, а в виде слоев, двойных слоев. Вы, если присмотритесь, их увидите на картинке. И именно от целостности этих слоев зависит то, насколько наша кожа хорошо защищена от агрессивных факторов внешней среды. Если в межклеточном пространстве есть прорехи, то любые токсичные вещества, любые аллергены проще могут попасть в более глубокие слои кожи. А теперь представьте, что наш крем также состоит из таких послойных структур. Вы видите картиночку сверху над срезом кожи. И кремы основы Варио как раз имеют такую слоистую структуру, похожую на строение межклеточных липидных слоев кожи. Что это значит для нас, для потребителей? Это значит, что кожа будет принимать такой крем как родной, как свой собственный. Более того, жироподобные компоненты крема могут встраиваться в места прорех в межклеточном пространстве, заполнять их как заплаточки и восстанавливать нашу защитную функцию кожи, усиливать барьерные свойства кожи. То есть биомиметический крем сам по себе, даже не имея активов, уже имеет благотворное воздействие на кожу. А что если в этом креме есть еще и актив? Инновация номер 2 серии Варио – это многочисленные активные ингредиенты, которые мы используем во всех кремах и во всех эликсирах. Наверное, Варио – это первая серия Фаберлик, в которой мы используем столько, много разных активных комплексов. Я насчитала 6, и это 6 основных, которые мы заявляем на упаковке, чьи торговые марки мы выносим в каталоги. Вот наши эликсиры чудесные. И эти активные комплексы все имеют природное происхождение, но это не просто экстракты, которые можно получить паровой обработкой растений. Эти активные комплексы получают последовательным выделением конкретных активных молекул из растений. За каждым из этих активных комплексов стоит многолетняя работа и позитивные и положительные результаты клинических исследований. Давайте я пройдусь коротко по всем эликсирам. Первый – это эликсир сияния. В нем актив, который называется Дианаура, он уменьшает интенсивность и площадь пигментных пятен. Кроме того, в этом эликсире витамин В3, он активирует обновление кожи, и в том числе за счет этого улучшается текстура и улучшается тон кожи. Второй эликсир – аквалифтинг, и в нем активный ингредиент – аквафилим. Этот активный ингредиент действует на всю систему водоснабжения кожи. Он стимулирует синтез гиалуроновой кислоты, это наше депо влаги кожи. Но, кроме этого, он еще и стимулирует образование водных каналов в мембранах клеток, через которые вода проникает в клетку. С возрастом таких каналов становится меньше. И этот эликсир показан всем, кто много находится в офисе. А в офисе воздух более сухой, летом за счет кондиционеров, зимой за счет системы отопления. Если ваш цвет кожи серый, то тоже говорит о недостатке увлажнения. Третий эликсир – защита от морщин. И в нем активный комплекс под непонятным названием СВТ-7. Что это значит? СВТ – это аббревиатура от биологической молекулы сверцетина, которая была выделена из растений. И СВТ-7, потому что у этого актива есть клинически подтвержденная эффективность против морщин за 7 дней. Отсюда семерка. Но вам совершенно не обязательно запоминать эти торговые марки активных ингредиентов. Просто знайте, как они работают. СВТ-7 – активный ингредиент, один из немногих, у кого есть доказанная активность против не только вертикальных морщин, но и морщин горизонтальных, как носогубки, например, на которые более трудно воздействовать. И четвертый эликсир – эликсир антистресс. Обратите, пожалуйста, на него ваше внимание. Этот эликсир не только для тех, чья кожа чувствительная. Антистресс содержит активный ингредиент, который обладает активностью, подобной витамину D. Витамин D, вы знаете прекрасно, образуется в нашей коже под воздействием внутрифиолетовых лучей. И неудивительно, раз витамин D образуется в коже, наверняка он имеет на нее какое-то воздействие. И действительно, витамин D очень важен для поддержания барьерной функции кожи, для функционирования вот той системы защитной, про которую мы говорили, когда вспоминали биомиметические кремо-основы. Но сейчас мы так редко бываем на солнце, или так редко солнце бывает в нашей, по крайней мере, средней полосе, это точно. И витамина D часто не хватает. И сыворотка антистресс восполняет его активность, делает кожу более защищенной, более стойкой к воздействию агрессивных факторов внешней среды. В эликсире антистресс есть еще и витамин F. Это жирные кислоты, которые мы знаем как омега-3, 6, 9. И коротко скажу еще и о креме вокруг глаз, потому что в нем также содержится инновационный активный ингредиент Beautify, который обладает многофункциональным действием на всю кожу вокруг глаз. Во-первых, это также один из редких ингредиентов, который имеет подтвержденное действие на уменьшение нависшего века. Это очень сложная биологическая активность, и ее, правда, трудно найти. А в креме для века этот ингредиент лежит в максимальной дозировке. И инновация номер 3 – это то, что все прекрасные эликсиры и кремы можно смешивать, можно варьировать, находя свой собственный ритуал красоты, актуальный для вас именно сегодня. Выбирайте одну из кремов-основ, либо более легкий лайк, либо более плотный рич. Выбирайте один или два эликсира. Вы можете смешать крем и эликсир на ладошке, можете смешать на запястье, можете немножко нанести эликсир на кожу и затем запечатать его кремом. Мы в обратной связи получали вопросы, можно ли использовать эликсиры Варио с кремами других серий Фиберлик. И мы, конечно, рекомендуем использовать вместе с кремами Варио, потому что так средства создавались в тандеме, и вместе они работают более эффективно. Я надеюсь, что после того, как мы поговорили о том, что такое биомиметическая структура крема-основы, у вас и не возникнет соблазна использовать эликсиры с другим кремом, потому что крем Варио буквально усилит эффект каждого эликсира, занесет его вместе со своими липидоподобными структурами в кожу. Крем для век не требует дополнения эликсирами. Там и так содержится активный ингредиент, который воздействует на все проблемы кожи вокруг глаз и против темных кругов, и против морщинок. Поэтому в крем для век эликсир можно не добавлять. То есть не можно не добавлять, не нужно добавлять. Уже на этой неделе, может быть, даже завтра, мы запустим отдельный сайт, который будет посвящен только серии Варио. На этом сайте вы найдете подробную информацию о каждом эликсире, о всех кремах-основах. Вы видите на слайде сейчас один из экранов с этого сайта. И сверху в шапочке у вас будет... Мы на сайте вам предложим две возможности выбрать ваш индивидуальный, актуальный рецепт красоты. Либо это самостоятельный выбор, та кнопочка, которая сейчас выделена красным, или белая, совет эксперта. Вы можете самостоятельно по шагам выбрать каждый крем. Внизу, справа внизу на картинке вы видите контур, отмеченный крем и эликсиры. И по мере того, как вы будете по сайту путешествовать, заполнять каждый шаг, вот эти ячейки будут заполняться теми кремами и эликсирами, которые вы выберете. И другой способ, если вы обратитесь к совету эксперта, нажав на вторую кнопку, сайт предложит вам пройти тест. В нем 9 вопросов, и по итогу программа предложит тот уход, который подходит вам. Вы сможете в итоге купить не все 4 продукта, если вы сейчас не хотите этого делать, а выбрать те, которые для вас более актуальны сейчас. Ну, или приобрести весь уход, что всегда самый хороший вариант. И какие еще подарки мы можем предложить? Аварио – это, разумеется, подарок чудесный к Новому году для любой женщины. И подарок номер 2 – это серия «Зима». Зима в такой яркой, игривой упаковке. Сама упаковка уже поднимает настроение и зовет активно проводить зимние выходные дни и грядущие зимние каникулы. В этом году в уход зима мы добавили немного тропического настроения вместе с маслом маноэ. Масло маноэ получают, выдерживая лепестки цветков тиаре, которые растут на острове Гаити. в кокосовом масле и насыщают кокосовое масло еще большим количеством растительных активных молекул и повышая его эффективность для кожи. А также во всех продуктах находится наше любимое масло «Ши». И в бестселлере – универсальном креме для лица, рук и тела – концентрация этого масла, масла «Ши» – 6%. В креме для рук мы добавляем еще и масло какао, потому здесь находится значок «Комплекс из трех масел». Масла обволакивают кожу, лица, рук, защищают кожу от холодовой аллергии, от сухости, от шелушения. И не забывайте, пожалуйста, пользоваться бальзамом для губ перед тем, как выходите на улицу. Кожа губ очень нежная, лишенная поры сальных железок, требует деликатной защиты. Еще один подарок – это зимний набор вербена. Наши любимые продукты с комплексом пептидов вербены в нежной зимней красивой упаковке. Помимо активных молекул из растений вербена, здесь еще и технология Velvet Wear, или что с английского переводится как «бархатистое одеяние». Эта технология сочетает в себе каскад эмолентов, которые, с одной стороны, обеспечивают бархатистое ощущение на коже, обволакивают ее, а с другой защищают от агрессивного воздействия окружающей среды. Ну и, конечно, продукты для рук, потому что кожа рук первой страдает. Во время зимних холодов, кто из нас долго не разговаривал по мобильному телефону без перчаток, на морозе, и сразу же кожа становится красной, шелушащейся, и два прекрасных набора для ухода за кожей рук. Гран-при. Есть золотистый вариант, есть фиолетовый вариант упаковки, коробочки. Но какой бы цвет ни был, это практически полная СПА-программа по уходу за кожей рук. Здесь в составе химический легкий пилинг с молочной кислотой, который растворит перемычки между клетками верхнего слоя, отработавшими роговыми клетками верхнего слоя кожи. Затем скрафт, который их деликатно отшелушит. И наш любимый крем жидкая перчатка с маслами питательными, который насытит кожу питательными веществами. Масла защитят кожу, создадут защитную вуаль на ней. И также набор очень симпатичных, красивых кремов для рук «I love winter» в наборе три крема, которые вы видите на слайде. Вот такие замечательные подарки. На сегодня информационная часть презентации завершена. Я хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. Давайте, наверное, я сначала посмотрю, отвечу на вопросы, а поздравления оставим на самый конец вебинара. Ну, вопросов не так много. Наталья спрашивает, надо ли смывать мицеллярную воду. Наталья, да, мы всегда рекомендуем смывать мицеллярную воду, потому что мицеллярная вода очищает кожу не по... не волшебством, а за счет содержащейся в ней очищающих компонентов. И для того, чтобы эти очищающие компоненты не оставались долго на коже, мы все-таки рекомендуем мицеллярную воду смывать. Если, конечно, у вас такая ситуация, может быть, вы на работе, где нужно быстро сменить один образ на другой, может быть, вы в дороге. В таких ситуациях, конечно, допустимо использовать мицеллярную воду без смывания, но если у вас под рукой кран с водой проточной, то обязательно умойтесь после использования. Обучайте этому своих клиентов. Я знаю, что очень много продуктов мицеллярной воды на рынке, где производители не говорят об этом, при том, что составы могут быть и похожими. Давайте будем максимально расположены к тому, чтобы кожа наших, нашей и наших клиентов чувствовала себя прекрасно, и будем рекомендовать смывать мицеллярную воду по возможности. Отлично, еще сначала. Светлана помогает мне отвечать на вопрос о том, что нужно мицеллярную воду смывать. Светлана спрашивает про технику смешения. Вы действительно можете наносить эликсиры и крем двумя способами, можете их заранее смешать. Берите небольшое количество сыворотки, эликсира. Там есть пипеточка, буквально одну-две капельки эликсира. Крема берите такую порцию, которую используете обычно. Не нужно, не имеет смысла просто слишком жирно намазывать крем на кожу лица. Кожа возьмет то, сколько ей нужно, и остальное просто останется на поверхности. И второй вариант. Вы можете одну-две капельки эликсира нанести сначала на кожу, а уже сверху нанести крем-основу, как бы запечатав все активные вещества эликсира в коже. Инна, я читаю ваш вопрос про клиентку с заболеванием вертилига. Не смогу сейчас ответить. Это все-таки заболевание. Думаю, имеет смысл обязательно в этом случае проконсультироваться с лечащим врачом. Людмила, сайт с Варио должен заработать на этой неделе. Мы будем стараться, чтобы это произошло завтра. Есть некоторые технические моменты. Мы задумали такой интерактивный сайт с интересными техническими задумками, поэтому чуть дольше времени это заняло. Не смогли, но не успели к запуску. Мария, я думаю, ссылка на сайт Варио появится на баннере или как-то на сайте, на основном сайте Киберлик, и вы сможете уже перейти на сайт Варио. Светлана, вы спрашиваете про, можно ли будет после прохождения теста по Варио пройти в корзину. Пока задумка именно такая. Главное, чтобы технически мы смогли реализовать. Александр спрашивает, что на мицеллярном лосьоне аксиологи не стоит указание, что даже так написано, что не требует смывания. Александр, дело в том, что мицеллярная вода такой продукт современного времени, поэтому действительно, если ситуация такая, что смыть невозможно, можно не смывать. Но в любом профессиональном салоне вам любое очищающее средство предложат смыть, поэтому здесь, конечно, действуйте по ситуации. Поэтому мы не пишем, что обязательно смывайте всегда, потому что понимаем прекрасно, что может быть такая ситуация, что нет возможности технически этого сделать. Вопросы кончились? Так, тогда закрываю вкладку «Вопросы». Если какие-то вопросы появятся позднее, в обратной связи, задавайте, с удовольствием на них ответим. Ну и теперь тогда в завершении вебинара я поздравляю от всей команды категорию «Уход за кожей» вас с Новым годом, пусть он будет теплым, пусть он будет наполнен любовью к своему делу, любовью близких и любимых. И уже до встречи в Новом году. Спасибо большое за ваше внимание, за участие, за интересные вопросы. До следующего вебинара. До свидания.